Многие произведения постоянно убеждают нас в том, что игры со временем – штука опасная. Пока еще мы не пришли к реальным подтверждениям множеств гипотез, касающихся возможности изменить время или вернуться в прошлое, эта тема продолжает будоражить умы любителей научной фантастики. Сингулярность – вообще штука сложная, даже одно только определение этого термина имеет несколько толкований. Научное сообщество в основном объясняет природу сингулярности сложными и абстрактными примерами без какой-либо конкретики. И пока споры не утихают, творческие деятели видят в этом возможность сотворить по мотивам свое собственное произведение. В видеоигровой культуре тема путешествий во времени не менее активно используется, как и в киноиндустрии. Часто даже эти две сферы искусства тесно переплетаются друг с другом, что уж и не понять, кто чем вдохновляется. Если оглянуться в прошлое, скажем, на 10 лет назад, то, кажется, геймдизайнерам особенно тогда полюбились прыжки в сингулярность, отправляя героя в самую глубь неизведанного, чтобы тот преодолел пространство и время. Сингулярити в свое время постарался собрать все самое лучшее и популярное на эту тему, подчас даже не стесняясь пародировать в хорошем смысле слова чужие идеи. К сожалению, проект постигла незавидная участь, и можно уже по прошествии лет констатировать факт, коммерческого успеха добиться не удалось. Activision, издатель, славящийся ненасытной жаждой сверхприбыли, не простил ошибку Raven Software. Обиженный скромными продажами, количество проданных копий не дотянуло до отметки 500 тысяч, он провел серьезные кадровые перестановки и обрек команду на вечные муки, разработку игр в серии Call of Duty, а точнее их сюжетной кампании, фактически поставив крест на возможности создать еще один собственный проект. Что не так с Сингулярити, стоит ли в него играть сейчас? Ответ вы получите в этой видеорецензии. И не забудьте поставить лайк, чтобы в Мугеймер без остановки выходил качественный контент. Мы часто рассматриваем разные и не самые популярные игры. И вы согласитесь с тем, что порой существуют такие проекты, с одной стороны посредственные, а с другой имеющие собственный неповторимый шарм. Именно таким тайтлом посвящен канал средней игры. Он делает обзоры на, казалось бы, посредственные игры, однако нередко на поверку может оказаться, что такие непризнанные шедевры являются как минимум недооцененными. Если хотите посмотреть что-то новое в игровом сегменте ютуба, то советую этот канал. Ссылку вы найдете в описании. Передавайте привет автору, мне и ему будет приятно. Я встречал многих, кто знает о Сингулярити и как минимум играл в нее какое-то время. И хотя далеко не все кричали, что это гениальный проект на 10 из 10, все же недовольных ею из мной опрошенных тоже не оказалось. В основном вспоминает ее с какой-то особой теплотой, мол, а помню, была такая, любил залипать на нее в свое время, прошел несколько раз. А вот оценки критиков разошлись в довольно широком спектре от 6 до 9 баллов. Одни ругали ее за однообразие и отсутствие свежих идей, другие же зацепил геймплей и его механики, завязанные над той самой пресловутой Сингулярности. Но где же правда? А правда состоит в том, что в Raven Software решили поднять достаточно серьезную и глубокую тему, делая вид, что философствует над вопросами альтернативной реальности и неопределенности будущего. Ведь все может измениться в любой миг. Главный герой, солдат американской армии, известный как Натаниэль Оренко, со своими товарищами отправляется на заброшенный остров, расположенный неподалеку от Камчатки. Недавно там зафиксировали необычайно сильный выброс энергии, а власти отмалчиваются по этому поводу. Желая не допустить повторения чернобыльской аварии, отряд солдат США отправляют разузнать, что произошло на этом таинственном острове. А между тем, это место дает себе множество секретов. Когда-то еще в 50-х годах здесь обнаружили залежи необычного ископаемого, вследствие названным элементом 99 или Е-99, обладающий небывалой энергией. Советский Союз был крайне заинтересован в исследовании этой находки, поскольку желала в послевоенные годы стать лидером на мировой арене, имеющим ядерное оружие. Так они докажут свое превосходство над Соединенными Штатами. Но, как это часто бывает, что-то в таких сомнительных затеях пошло не так. Вещество оказалось нестабильным, а оказываемый им эффект совершенно непредсказуемым. Несмотря на все попытки руководителя разработки профессора Виктора Барисова, ситуацию нормализовать не удалось. В результате экспериментов произошла катастрофа. После случившегося власти закрыли проект под грифом «Совершенно секретно». Казалось, все в прошлом, но нет. Коллапс, случившийся после неудачных испытаний, оставил серьезный след не только на людях, но и на самой земле. Там все еще бушуют аномалии. Вертолет с солдатами армии США терпит крушение после очередного выброса энергии, и наш главный герой оказывается один на один с неизвестностью. Не понимая, что он случайным образом оказался в прошлом, он спасает человека по имени Николай Демичев. По несчастливому стечению обстоятельств, это оказывается тот самый профессор, являющийся полной противоположностью Виктора Барисова. Если второй все время был против давления со стороны властей и не желал причинить вреда людям вследствие опасных экспериментов, то Демичев – мужчина совсем другого склада ума и характера. То, что Ренко спасает злого профессора в день катастрофы, полностью меняет висход событий, что повлекло за собой создание альтернативного будущего. После чего мы видим результат. На месте, где были статуи с изображением Сталина, вождя нации, теперь красуются фигуры, в которых можно узнать того самого Демичева. Теперь наш главный враг и ей сингулярность, но ею придется и пользоваться на протяжении доброй половины игры. Первую часть, не половину прохождения, занимает типичная рутина любого шутера. Отстрел врагов, вхождение по разным темным помещениям и лабораториям, сбор патронов и того самого вещества Е99. Затем геймплей преобразуется в нечто большее. Вдохновленные рядом проектов, такими как Таймшифт и Байошок, это лишь мое предположение, за достоверность которого я ручаться не могу, Ревен предоставляет игроку МВП. Это мобильный временной преобразователь, изобретение Баррисова, которое очень пригодится. По мере прохождения она получает новые способности. Все начинается с того, что волшебная перчатка может обращать объекты в прошлое или будущее, иными словами, омолаживать или состарить практически что угодно. Объясню на примере. Допустим, перед нами сломанный ящик. Когда-то он был целым. Легким движением руки можно вернуть его в прошлое, тем самым он уже не сломанный, и можно им воспользоваться, запрыгнуть на него, чтобы добраться до возвышенных мест. Особенно актуально, когда встречаешь сломанные лестницы. Далее функция импульс. По сути импульсный удар, заряд энергии, которым можно выстрелить во врага. Эффективно использовать его лучше лишь иногда, поскольку затрачивает много энергии и при этом имеет крайне низкую скорострельность. Хроносканирование. Вот эта штука интересная. Позволяет не только сканировать местность, если там где поблизости хроноследы, но и вкупе с гравитацией может восстанавливать предметы из прошлого, чтобы найти им применение в настоящем. Зачастую именно этим и придется заниматься, когда дело дойдет до головоломок. Ну и традиционные игры со временем. Заморозка, гравитация, поворот событий, вспять. Этим также придется пользоваться, чтобы эффективно сражаться с врагами, а не проходить игру как типичный шутер, чтобы потом жаловаться всем, что мол игра плохая, скучная и вообще ничего интересного в ней нет. Вообще, убери все эти штуки с сингулярностью, шутер получился бы крайне поверхностным и, прямо скажем, примитивным. Линейные уровни, однообразные загадки, не самые умные враги и отсутствие какой-либо драмы в истории. Как ни крути, а все персонажи по своей натуре плоские, и их поступки крайне предсказуемы. Местами заметно, как Singularity очень старается походить на своих успешных собратьев. Найте вам подружку, будет помощница как в Half-Life. Хотите специальные автоматы, где можно прямо не отходя от кассы прокачать оружие, как в Bioshock? Да не вопрос, вот только такие вещи выставляет Singularity в неприглядном свете, вынуждая обвинять его во вторичности. Эти игры со временем трудно не сравнивать с тем, что мы видели уже в TimeShift, хотя в случае с Singularity все плюшки повесили именно на MVP, а такого больше нигде нет. Правда здорово? Вполне добротно, если не ждать от него слишком многого. Сюжетная часть вполне способна развлечь на часов 5-7. Огонь по противникам эпизодично разбавляется хождением по простеньким коридорам, а потом разными головоломками. Оружие и правда дает нам немало свободы в том, как именно мы будем сражаться с неприятелями. Это радует. Да и без клюквы не обошлось. Комплекс назывался Каторга-12. Как же еще в Советском Союзе могли называть исследовательский центр? Повсюду культ личности вождя, на памятниках выбита знакомая каждому советскому ребенку. Джозеф Сталин. Это сарказм, если что. Конечно, до комичного абсурда, как это было в Комматы Конкуртелл, не дошло, но все равно забавно. Главный вопрос. Стоит ли играть сегодня? Однозначно ответ да. Игра не обременена сложностью морального выбора у героя, ни никакой дотошной прокачки, а все условности вызывают лишь улыбку. Однако сингулярность раскрывает себя полностью лишь только, когда ты отбрасываешь все попытки найти в ней что-то уникальное и просто получаешь удовольствие от игрового процесса. И поскольку этот аспект проработан очень даже добротно, то этот шутер не разочарует. Просто не стоит относиться к нему уж слишком серьезно. Я думаю, многие из нас играли в нее и даже проходили. Жаль, конечно, что вариативность есть только в чуть ли не самой последней сцене, и поэтому все концовки можно быстро просмотреть, достаточно лишь загружать последнюю контрольную точку. Если бы издатель дал зеленый свет сиквелу, то разработчики, скорее всего, исправили бы свои ошибки и добавили глубинные истории и больше разнообразия в игровом процессе, и не стали бы уже привязывать все то хорошее, что есть у игры, лишь к одной пушке. Тем не менее, это прекрасный шутер из прошлого, который не стыдно выглядит и сегодня. Пишите в комментариях, как вам игра, чем она вам нравится, о чем рассказывать в следующих видео рецензиях. Спасибо за вашу поддержку, друзья. Увидимся уже скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok